Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и говорить о разном. И сегодня начнем говорить о основах разработки ПО и вообще о разработке ПО. В основном вся эта информация будет взята из книги «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Книга очень классная, очень замечательная, поэтому если не хотите слушать то, что говорю я и смотреть на это все, сразу закрывайте это видео, идите в ближайший магазин и покупайте эту книгу и читайте. Читать ее можно всегда. В начале обучения, в конце обучения. То есть она подойдет всем и начинающим, и профессиональным разработчикам. Ну, то есть каждый все время что-то в ней может подчеркнуть. Тем более, если вообще ее перечитывать раз в полгода, к примеру, или раз в год. Ну, у меня, конечно, нету столько времени, чтобы перечитывать эти книги. Но я думаю, эффект был бы очень и очень хороший. Ну, ну да, продолжим. То есть сегодня и в следующих видео будем говорить по этой книге. То есть что-то читать и все такое, короче. Так, так, так. В первом деле мне надо вспомнить, что я тут делал. Так, я сюда пришел в собор. В соборе. Это типа безобидное такое предстанище чат собора. Но на самом деле это является прикрытием для тайной базы создателя. Который мечтает превратить как можно больше людей в супермутантов. Так, сейчас я, возможно, какой-то квест возьму. И дальше начнем разговоры разговаривать. Так, привет, надеюсь тебе нравится. Я, кстати, вы, кто будет играть, попробуйте вот это вот, расскажи о. То есть это, как я говорил, уже типа паскальные яйца. Ну, то есть здесь иногда можно о чем-то так спросить. Там о чем-то. И он что-то может интересно ответить. Но я не буду. Это надо лезть где-то. Ну, либо самому экспериментировать, либо лезть куда-то на форумы, читать. Или бы в Википедию, о чем можно каждого отдельно персонажа спросить. И он что-то бы там ответил. Так, может быть обмен. У меня там не денег. О, что это за... Блин, вот... Вот, 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 вот так вот играть... Если играть, то надо... Взял и играешь. А так я уже и не помню, что это за медальон. Так, ладно, что тут? Каждый раз... Говорю, люди начинают повторять все, что они говорят. Снова может это ему сказать. Так, до встречи. Как до встречи? Давай еще раз. Я понял, что-то с ним бесполезно. Разговоры разговаривать. Сейчас сбегаем... Сбегаем к кому-нибудь. Так, без проблем. А в чем проблема? Валить какой-то грубый. Я медитирую. Кто тут главный? Это отец. А где этот отец? Это кто был? Это... Ага, я понял. Это него, наверное, вот он, да? Нет, это торговец. Фиг его знает, где этот отец. А посвящение не хотят они. Что-то они все такие... Так, попробую-ка и открыть, если можно. Закрыто. Все закрыто. Все заняты. Ладно, давайте я сейчас гляну. Может у меня какой-то квест есть. Да и пойду делать его. Заодно и поговорим. Шэнди Сэнс. Ничего там нету. Некрополи. Это я починил. Я слабоват туда идти. В братстве надо спасти этого. Товарища, у меня, у меня нету денег. Хаб. Избавиться от торговца. В могильник отнести кулон Ромео. О, о. В могильник надо куда-то отнести этот кулон. Так, хорошо, хорошо. Сейчас я... Сейчас пойдем тогда отнесем этот кулон Ромео. Наверное, он находится вон там. Вон там, вон там. В том же могильнике, наверное, и находится. Так. Где тут открыть? Сейчас я тут еще побегаю. Так, наверное, выйдем на главную карту, на основную. И пойдем. Так, все, иду я в могильник. Где тут могильник? Рядом он, ну ничего страшного. Итак. О разработке ПО. Ну, ну и... И, и, и... Так, погодьте, мне надо найти... Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Так, ладно, поищем, поищем, поищем. Сейчас еще вздремну. Чуть-чуть. Где-то до утра. Итак, о разработке ПО. Что такое? Это... Ну, в целом, на что такое разработка ПО? И... 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 Что важно? Ну, давайте начнем с того, что такое конструирование. То есть, Стив МакКоннелл в своей книге это называет конструированием ПО. И что это такое? Разработка ПО это непростой процесс, который может в себя включать множество компонентов. И вот какие компоненты выделили ученые за последние 25 лет. То есть, сама книга, на самом деле, 2000-го года, то есть, можно сказать, там, за последние 35 лет, или... Потому что особо чего-то там нового, так, ну, и не добавилось, или не поменялось. Так вот, что же выделили? Какие основные составляющие разработки ПО? Ну, и это все подпадает под слово конструирование. Итак, это первое определение проблемы. То есть, выработка... Дальше, выработка требований. Дальше, создание плана конструирования. Дальше, разработка архитектуры ПО, или высокоуровневое проектирование. Далее, детальное проектирование. Далее, кодирование и отладка. Кстати, вот, именно кодирование и отладка здесь занимает не так уж и много места и времени. Дальше у нас идет блочное тестирование. Потом, интеграционное тестирование. Потом, интеграция. Далее, тестирование системы. И последним пунктом, корректирующие сопровождение. То есть, все эти пункты входят в общий термин конструирования ПО, программного обеспечения. Иногда конструирование называют... Конструирование называют кодированием или программированием. Но кодирование в данном случае является не лучшим термином. Так как кодирование подразумевает механическую трансляцию разработанного плана, то есть, там, ваших идей, в команды языка программирования. Тогда, как конструирование, это не всегда там механический процесс. И часто он связан с творчеством и анализом. Смысл слова программирования и конструирования в принципе похожи. И их дальше, конструирование и программирование, и дальше эти слова будут использоваться как одно и то же. Итак, как можно более детально разобрать вот эти пункты? Даже не то, что детально, а немножко разложить. Перечисленные пункты в конструировании программного обеспечения. Даже какие основные задачи связаны с конструированием. Ну, давайте по пунктам. Первое, это проверка выполнения условий, необходимых для успешного конструирования. Далее, определение способов последующего тестирования кода. То есть, способы тоже нужно определить. Дальше, дальше идет проектирование и написание классов и методов. Так, где это я? А ну-ка. Так, что это? Это крепость какая-то. Ничего себе, смотрите там. Ладно. Так, сохранюсь-ка я. Вот здесь. Дальше. То есть, после проектирования и написания классов и методов, создание и присвоение имен переменным и именованным константам. Потом, выбор управляющих структур и организация блоков команд. Далее, блочное тестирование, интеграционное тестирование и отладка собственного кода. Далее, взаимный обзор кода и низкоуровневых программ структур членами группы. То есть, командно надо работать всегда. Потом, шлифовка так называемого кода путем его тщательного форматирования и комментирования. То есть, доведение вашего исходного кода в нормальный надлежащий вид, чтобы его было удобно читать и чтобы вам было любо взглянуть на ваш код. Далее, идет интеграция программных компонентов, созданных по отдельности. И последним пунктом, это оптимизация кода, которая направлена на повышение его быстродействия и снижение степени использования ресурса. То есть, когда у вас уже все работает, все довольны, ошибок нет, только после этого можно переходить к оптимизации. Но, я на своем личном опыте знаю, что попытка оптимизировать код на этапе написания, на этапе кодирования, часто может привести к плохим результатам. А именно к тому, что ты пытаешься, думаешь, сейчас и как прооптимизирую, будет работать круто. Но, дело в том, что не до конца проработал архитектуру, можно так сказать, или не до конца понимаешь, что ты в конце хочешь, когда ты сразу начинаешь что-то писать. И в результате у тебя код уже оптимизированный. Оптимизированный код, он уже не такой читаемый, потому что некоторые блоки, которые были для простоты чтения, убраны и сделаны так, чтобы оно работало быстро. Соответственно, дальше ты идешь, идешь, и в результате получаешь то, что модифицировать этот код сложно. Потому что ты не до конца все проработал, и в процессе появляются новые требования. Поэтому на этапе написания кода лучше ничего не оптимизировать. Так, встретился я с каким-то чувачком. Я хочу купить оружие. Очень хорошо. Иди и найди Зака. Зака, Зака. Это какая-то крепость, товарищи. Оружие. Ну, у меня бабла-то нет. Ну, может он квест какой-то мне даст. Так, это у нас кто? Это оружейник. Привет, Язак. О, блин, мне ж надо, нужны были, помните, 5-миллиметровые, да, патрончики? Как они выглядят? О, вот эта винтовочка покручила вроде. Но это дробовик. Для дробей. А сколько он стоит? Ого, 2000. Блин, силовой костер, крутая штука. А штурмовая винтовка. О, миниган. Класс. 14, 0, 5-миллиметровых. У-у-у-у. 5-миллиметровых. Так, ребятки, сейчас, подождите-ка. Мне надо тут кое-чем, кое-чем. Так, какие патроны мне нужны? Для вот этого нужны... А, вот разрядить есть. Я разрядил. Ага, да, действительно. Значит, для винтовки мне нужны вот такие патрончики. Хорошо, тогда я вот этот пистолет и это продам. Блин, а мне-то больше нечего продать. Динамит может продать. Самогончик загнать ему. Кстати, можно было бы сходить в то свечение, еще там пошариться, кстати, и понаходить, может, какие-то ништячки и принести продать. И принести продать. Ладно. Давайте я вот сразу вот это все продам. Мне это точно не надо, эти пистолеты. А винтовку я оставлю. Все-таки я чуть-чуть прокачивал, а потом можно будет прийти... Не, вот они. Прийти и подкупить. Так, готово. 120, в принципе, можно еще. 720, да? Ладно, давай-ка еще. 300 патронов, 324. Готово. О, 300. Ну, блин. 370 патрончиков. Нормалек. Так, 840. Значит, где мне крышки? А тут, знаешь, мне надо 93, да? 93. 103. Так, готово. 80. А, блин. Больше, 10 еще. 103 надо было. Готово. Итого. Предложить. Ладно, сейчас я пошарюсь тут, попробую найти эту, эту Джулиану, или как ее, отдать ей кулон. Не хочет говорить, походу, Зак тут главный. Ладно. Так, что у меня тут опыт? Когда... О, еще не скоро. Легкое оружие 79. Ну, пойдет. Ай-яй-яй, мне может быть, надо еще этот, антирадин. А, ладно, я сейчас поищу, поищу эту Джулиану, а потом сбегаю в хаб, куплю там антирадина и сбегаю в свечение, пошарюсь. То есть, вот, и, в принципе, дальше продолжим. Так, все, прости за бит спокойства. Побежали, кто это? Так, интересно, тут что-то еще есть. Давайте я пробегусь. Итак, говорим дальше. Конструирование ПО включает в себя очень много задач. Ну, да, не все так легко, как казалось бы. Но дело в том, что при должном выполнении всех этих задач вы получаете, мы получаем очень качественный программный продукт, который может сопровождаться, улучшаться, дополняться, и который содержит и минимум, или не содержит вообще ошибок. Ошибок. Тут, как бы, об этом, конечно, можно поспорить. Любая программа содержит ошибки. Но есть дело в том, что те ошибки, которые там могут вылезти, только у одного из десяти тысяч пользователей. Ну, к примеру. А есть программы у каждого второго пользователя, вылазят ошибки, соответственно, это плохо. Так, склад. Там, по-моему, могильник еще был, состоял из всяких различных локаций, так сказать. Ладно. Так, идем дальше. Почему конструирование программного обеспечения так важно? Конструирование – это крупная часть разработки программного обеспечения. И в зависимости от размера проекта, на конструирование уходит 30-80% общего времени. Все это занимает так много времени, по тому, что это все влияет, неизбежно влияет на успешность этого проекта. Так, сейчас я гляну этот центр. Окей. Идем дальше. Так, это, это что это у нас? Есть ли у нас тут куда-то выходы? Это… Это светилище, да? Попробуем здесь поискать эту Джулиану. Попробуем. Вроде ее Джулиану. Да. Итак, конструирование занимает центральное место в процессе разработки программного обеспечения. Требования к приложению и его архитектура разрабатываются на этапе конструирования, чтобы гарантировать его эффективность. Тестирование системы выполняется уже после конструирования и служит для проверки правильности нашего конструирования. Так, это Лоррейн, а мне Джулиана надо. Так, 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 так. Ну ладно. То есть, конструирование – это, можно назвать, что это центр процесса разработки программного обеспечения. Повышенное внимание к конструированию может намного повысить производительность труда отдельных программистов. Так, сейчас я тут гляну, тут вроде девочек нету, а тут-то есть девочки, и тут девочек нету. А вот девочка, девочка. Эгэгэй, погодь. Не, это не Джулианна, может в этой палаточке? А, кто это? Привет. О, вот это, наверное, она. Как вас зовут? Мисс Джулианна, ты здесь работаешь? Расскажи, спасибо. Оу-оу. Привет, у меня сообщение. Он просил передать, что любит тебя. Ах, да, вот кулончик. А-да-да-да-да, ля-ля-ля, сопли с сахаром. И все такое. И все, что мне дали. Спасибо. Ничего не дали. Хоть бы деньжат подкинули. Блин. Сейчас, товарищи. С деньжатами напряг. А как-то объединить это все можно? Подождите, они что, разные? А, да, ББ, это бронебойные. О, круто. А это... Полуоболочная фигня, бронебойная нормально. Ой, а как зарядить? Наверное... Эй. Зарядил я? Вроде бы ж, да. Вот, да-да-да, зарядил, зарядил. Все нормально. Нормалек. Надо было идти напарить. Ладно, давайте я сбегаю в хаб. Попробую намутить у торговца этот... Как его? Блин. Антирадин. И сбегать с течения там пошариться. Потому что я был только на первом этаже. На первом этаже. На других, я думаю, много хороших нищечков. Итак, продолжаем в своем классическом исследовании. Такие люди, как Секман, Эриксон и Грант. Ну, я как бы не знаю, я думаю, вы не знаете. А может и знаете. Короче. Они показали, что производительность труда отдельных программистов во время конструирования изменяется в 10-20 раз. Представляете? Ну, если качественно это все делать, то производительность вырастает. А если делать абы как, а я не знаю, что я хочу. Но хочу, чтобы все было классно. А я хочу игру. А чтобы она была 3D. И можно было грабить корованы. Это тогда получается черти шо. А ты умеешь только писать на бейсике. Но надо корованы грабить. Блин, а где этот анти... Это чё? Это психо? Нет. Это ментанты? Нет. Блин. Вот когда надо, фиг найдешь еще этот антирадин. Это топливо для огнемета. Нет. Так, результатом конструирования есть исходный код. И исходный код довольно часто является единственным верным описанием программы. Зачастую единственным видом доступ... Ух ты, блин. Шо ты бычишь? Надо вас потом прийти и покрошить на винегрет. Вообще-то у меня было, что ты поделишься информацией. Та иди ты. Убирайся, убирайся, блин. Ничего, я подкачаюсь. Скоро вам всем будут гайки. Тебе тоже мудило. Итак, чё я там говорил. Единственным видом доступной программистам документации является сам исходный код. Что совершенно верно. Спецификации и требования и проектная документация могут устареть. Но! Но исходный код, он актуален всегда. Читая исходный код, можно понять, что, как и для чего. Поэтому, код должен быть максимально качественным. Максимально качественным. Чтобы его можно было легко читать. Так, подождите-ка. Ну, это у этой тетки только книжки. Сейчас, я был там-там. Сейчас я вот сюда зайду. Мне надо антирадин. Когда надо, ты его фиг найдёшь. А когда не надо, то он на каждом углу. Нет, 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 нет. Ничего, всё, спасибо. Поэтому, поэтому нужно, ну, как бы, нужно внимание уделять всему. Но очень отдельно нужно, то есть отдельно выносить качество исходного кода. Он должен быть, как книга. Садишься и читаешь. Да, этому всему надо учиться. Всем учиться. Всем. Абсолютно всем. Я не говорю, что я там такой, пишу такой код, который просто как стих. Нет, конечно. Говнокода хватает у всех. Итак, идём дальше. Конструирование у нас это единственный процесс, который выполняется во всех случаях. Ну, имеется в виду, что во всех случаях при разработке. То есть, те пункты, которые я перечислял, они, ну, не всегда могут быть. То есть, некоторые пункты не всегда имеют место быть. Вот, но конструирование выполняется всегда. Идеальный программный продукт до начала конструирования проходит стадии тщательной выработки требований и проектирования архитектуры. И после конструирования... Так, может здесь у кого-то что-то есть. Ребята, ну... О-о-о... Не, это ментанты. О-о-о... Не, это не то. Блин, ну чё ж, ну... Ээээ... Печально, печально. Так, чё я говорил. Идеальный программный продукт до начала конструирования проходит в стадии тщательной выработки требований и проектирования архитектуры. После конструирования в идеале должно быть выполнено исчерпывающее статическое контролируемое тестирование системы. То есть, статические контролируемые тестирования. Вот такие слова умные. У нас всё просто. Кнопочка работает, работает. Ну и всё. Так, надеюсь, я тут ни с кем не зарубился в прошлый раз. Нет. Однако же... Башка на палочке. Смотри, куда идёшь. Эээ, чё он так... Чё я так тоже говорю, а? Слишком борзо. Однако в реальных проектах нашего несовершенного мира разработчики часто пропускают этапы выработки требований и проектирования. И начинают прямо с конструирования. Сразу, не отходя от кассы, сразу садятся и пишут 3D-игру, в которой можно ограбить корованы. Вот сразу же, да, вот так вот. Ну и в результате ничего не получается. Тестирование тоже довольно часто выпадает из расписания из-за огромного числа ошибок и недостатка времени. Это обычно обуславливается тем, что, опять-таки, недостаточно уделили времени на... На, 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 на... Чё? На продумывание системы, на... Выработку требований и и т.д. и т.п. По-моему, здесь будет... Бойня. Надо валить от свою. Блин, я ещё... Где же ещё можно намутить антирадин? Так вот, чё я говорил, что тестирование часто тоже выпадает. Да, это такое бывает. Да, и по-разному... И, 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 и на это есть разные причины. Есть причины, когда уже нужно на вчера заказчику этот программный продукт. Соответственно, всё делается очень быстро, лишь бы работало. А там, как пойдёт. Будет работать хорошо, не будет работать, ну, значит, надо, чтобы работало. Ну, типа такого. Но, дело в том, что какими бы срочными или плохо спланированным бы не был проект, без конструирования никуда не деться. Так что повышение эффективности конструирования программного обеспечения позволяет оптимизировать любой проект, каким бы несовершенным он ни был. Вот. Так, 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 сейчас я прервусь. Итак, какие же ключевые моменты выделить можно? Первое. Конструирование – это главный этап разработки ПО, без которого не обходится ни один проект. Дальше. Основные этапы конструирования – это детальное проектирование, кодирование, отладка, интеграция и тестирование приложения разработчиками. Дальше. Конструирование часто называют кодированием и программированием. Так, я хочу кое-что купить. Я вроде у него был, но я на всякий случай еще... Да, был, и у него ничего нету. И у него ничего нету. Ладно, сейчас-ка я сбегаю, наверное. Так, а, давайте еще пункт дальше. От качества конструирования во многом зависит качество ПО. Поэтому не стоит недооценивать этот пункт, и не стоит думать, что вы самый умный, и вы уже все знаете, как, как, чем должна, что должна делать ваша программа. Вы можете об этом знать, когда вы потратили немало времени на продумывание. Далее, когда это у вас уже выражено где-то на листике, в блокнотике, это все написано, и не одна страничка. В целом расписаны этапы. Если это, к примеру, мобильное приложение, то разрисованы экраны. Коротко для себя, чтобы было понятно. И расписано, что на каждом экране должно быть, как каждый экран. Ну, то есть, мы же, под экраном я подразумеваю, да, там главный, картинка, да, там, входа, дальше, там, настройка, дальше, сама игра, дальше, еще что-нибудь. Ну, то есть, если мобильное приложение, к примеру. Так, сейчас, дайте я подумаю, куда можно сходить. Схожу-ка я в братство. Я схожу в братство, может быть, я там намучу всякого вот этого антиродина и прочего. Вот, поэтому от качества конструирования очень, во многом, зависит качество ПО. Но это не только кодирование. И, в конечном счете, ваша компетентность в конструировании определяет уровень 1, вход мне на уровень 1. То, насколько вы хороший программист. Совершенствованию ваших навыков и, как бы, посвящена вот эта книга, о которой я говорил. Совершенный код. Так, ну, 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 и сейчас мы продолжим. Сейчас я попытаюсь, попытаюсь найти какого-нибудь торговца, что-то с ним поторговать. Здравствуй, как дела? Обмен. Мне... Мне надо... Мне надо найти... Мне надо найти торговца... О, где-то в лечебнице. Походу, в лечебнице, точно. Она находится на втором уровне. Только спустись. Увидишь, заучено... Но я должен... Спасибо. На втором уровне. Бежим на втором уровне. По идее, в лечебнице и должны быть все эти нужные мне вещи. Потому что надо пошариться по этому свечению. И по-хорошему что-то там найти, намутить денег и прикупить... Эй, эй... А, не сюда. Эй, эй, извини. Ладно, первый. Вот, по-моему, лифт. Да. Так, открываем, идем на второй уровень. Ну, давай, иди, ну. Ну, чш... На второй уровень едем. Так. И где-то тут должна быть лечебница. О, блин. Вот эти в рясах. Не в рясах, а в этих халатах. Я сразу... Мне кажется, что это какие-то... Какие-то утырки, укуренные наркоманы. Наверное, вот эта лечебница. Вон, стол лежит для опытов. Над мутантами. Наверное, луэт мутантов. Тянут их сюда. Вам нужно обратиться. Че ты красным говоришь? Мудива. У меня облучение. Готово. Хорошо. Ха-ха, я его обманул. У меня не было этого, как его. Блин, сохранюся. У меня не было облучения, я его обманул. Он мне что-то вколол. Я на шару сейчас ловлю какой-то. Какой-то приход. На шару. О! Вот че мне надо. Анти-радин. Раз. Не, а че я парюсь? Так, мне надо рад-икс. Что такое рад-икс? Короче, это хорошая штука. Раз ты не хочешь торговать, я тогда сейчас у вас здесь пошарюсь и все выгребу с ваших сундуков. Ну че, ты будешь со мной торговать? Вы проводите операции? Да. Можно чуть подробнее? Сильнее. Я хочу увеличить ловкость. Три недели и пять тысяч. А у меня нету бабла. У вас нет денег. Ах ты ж лоб. Ну нету, да. Че мне делать? Я хочу их намутить. Ладно, побегай я-ка дальше. Так. Заперто. Так, и так, продолжим. Да, давайте продолжим. И Стив МакКонелл в своей книге пишет еще ну, вводит такое понятие метафоры. И он говорит, метафоры очень важны в разработке программного обеспечения. Что он пишет? Он пишет следующее. Проведение аналогий очень часто приводит к важным открытиям. Сравнив не совсем понятное явление с чем-то похожим, но более понятным, вы можете догадаться, как справиться с другой проблемой. Такое использование метафор называется моделирование. История науки напал на открытия, сделанных благодаря метафорам. Так, химик Кикуке однажды во сне увидел схватившую себя за хвост змею. Проснувшись, он понял, что свойства бензола объяснила бы молекулярная структура, имеющая похожую кольцевую форму. Дальнейшие эксперименты подтвердили его гипотезу. Так, поеду я на третий уровень. Кинетическая теория газа была создана на основе моделирования модели бильярдных шаров, и согласно которой молекулы газа подобно бильярдным шарам имеют массу и совершают упругие соударения. Волновая теория света была разработана преимущественно путем исследования сходств между светом и звуковым. И свет, и звук имеют амплитуду, яркость и громкость. Частоту и другие общие свойства. И сравнение волновых теорий звука и света оказалось столь продуктивным, что ученые потратили много сил пытаясь обнаружить среду, которая распространяла бы свет, как воздух распространяет звук. Они даже дали название этой среде эфир, но так и не смогли ее обнаружить. Вот в данном случае аналогия была такой убедительной, что вела ученых в заблуждение и было потрачено очень много времени. Но так этот эфир как бы найден и не был. так, 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 ах ты падла, мне одного, так, я сохраню, сейчас я полезу в тот ящик, мало ли, вдруг там что-то наколядуем. А в целом эффективность модели объясняется их яркостью и концептуальной целостностью. Модели подсказывают, как правило, это из-за из-за того, что мы чрезмерно обобщили метафору. Ну, в данном случае поиск эфира это наглядный пример чрезмерного обобщения модели. То есть, когда чересчур мы обобщили модель и какой-то некий эфир, какие у него свойства там типа и может распространять и то, и другое. короче, то есть чрезмерно обобщили и усложнили. Соответственно, как бы сделали такую аналогию некий эфир. И ученые начали искать, искать, искать. Так, но ничего не получилось. О, походу он сейчас мне еще какой-то квест даст. значит, если я принесу тебе, ты его починишь? Да, ладно, кроме еще можно где-то, окей. Ладно, хорошо, мне надо на самом деле не это все, это все хорошо, отмена, нет. Мне надо, блин, попробую я сохраниться и пошариться. Так, ну, некоторые метафоры лучше других. Хорошими метафорами можно считать те, которые отличаются простотой. Так, ничего нету, это что? Это верстак. Те, которые отличаются простотой и согласуются с другими релевантными метафорами и объясняют многие экспериментальные данные и наблюдаемые явления. Ну, например, рассмотрим пример колебания камня, подвешенного на веревке. До Галилея сторонники Аристотеля считали, что тяжелый предмет перемещается из верхней точки в нижнюю, переходя в состоянии покоя. в данном случае они подумали бы, что камень падает, но с осложнениями. Когда Галилей смотрел на раскачивающийся камень, он видел маятник, поскольку камень снова и снова повторял одно и то же движение. Вот, то есть он, Галилей с чем связал вот это качание камня на веревке с маятником. Соответственно, маятник это ну очень эта модель очень хорошо приближена к качающемуся на веревке камню. Соответственно, можно отсюда скакать и решать эту проблему или сдачу. Когда у нас есть какая-то реально приближенная модель. Вот, и указанные модели фокусируют внимание на совершенно разных факторах. То есть модель маятника на одних факторах фокусирует внимание, а модель просто падающего камня с осложнениями совершенно на других. И последователи Аристотеля рассматривающие раскачивающий камень как падающий объект принимали в расчет вес камня, высоту на которую он был поднят и время проходящее до достижения камня в состоянии покоя. В модели Галилея важными были другие факторы. Он обращал внимание на вес камня, угловое смещение, радиус, период колебания маятника. Благодаря этому Галилей открыл законы, которые последователи Аристотеля открыть не смогли, так как их модель заставила их наблюдать другие вопросы. Надеюсь, вы поняли важность правильной приближенной модели, от которой можно начинать скакать. Где я могу достать? У тебя есть запчасти? Сейчас я с этим поговорю. Хорошо, еще один вопрос. Нет ли у тебя антиродина? Ну что ж, я понял. Им надо выполнить квест, тогда они будут типа получше с тобой общаться. Типа ты станешь своим парнем, который помог им. Так, попробую я пошариться в шкафчиках, если эти будут непротив, потому что это шкафчики вот этих уже жителей, которые здесь стоят и ничего не делают. А могли бы копать, а могли бы и не копать. заперт. Ничего себе, что это вы закрываете? Вы не доверяете друг другу? Что, попробовать просто так сбегать свечения? Что у меня есть? У меня есть нужно до облучения принять. Это что? и есть у меня три штуки для полных это привыкание, а это как сталкере интересно. Водка не выводит радиацию? Это так, то есть аналогии я думаю вы услышали и поняли с этим маятником. Так, идем дальше. То есть аналогичным способом метафоры способствуют лучшему пониманию вопроса в разработке программного обеспечения. ну тоже как пример можно рассмотреть ну не рассмотреть а просто упомянуть такой пример. Геоцентрическая модель Патолемея не вызывала никаких сомнений почти 1400 лет. Затем в 1543 году Коперник выдвинул гелиоцентрическую теорию, предположив, что центром Вселенной на самом деле является Солнце а не Земля. Так, а не Земля. В конечном итоге такое изменение умозрительных моделей привело к тому, что были открыты новые планеты и Луна была исключена из категории планет и было переосмысление места человечества во Вселенной. Соответственно изменилась модель и это изменение повлекло к тому, что много чего было передумано, переосмысленно. И вот этот переход от геоцентрического представления к гелиоцентрическому в астрономии Бахман сравнил с изменением происходившим в программировании в начале 70-х годов. В это время центральное место в моделях обработки данных стали отводить не компьютером а базам данных. И Бахман указал, что создание ранних моделей стремились рассматривать все данные как последовательный поток карт, протекающий через компьютер. Это компьютерно ориентированный подход. И суть изменения заключалась в отведении центрального места полу данных, над которыми компьютер выполнял некоторые действия. это подход ориентированный на базы данных. Ну сейчас уже наверное сложно очень найти человека, который считает, что солнце вращается вокруг земли. Хотя есть и такие упоротые. А может быть они не упоротые, может мы упоротые, кто его знает. так, ладно, можно еще упрость, что такое обмен, ну почему никто не хочет со мной торговать. Так, тут ящички есть, а ну ка, можно ли мне туда? Можно. И в ящичках пусто все, а зачем тогда вам эти ящики нужны, если там все пусто? Тоже вопрос. Так, ладно, идем дальше. Иногда люди упрощают суть метафора. На каждый из описанных примеров, вот уж то, о чем мы говорили, так и тянет ответить. Конечно же правильная метафора более полезна. Другая метафора была неверна. Но так-то оно так, но это слишком упрощенное представление. История науки это не серия переходов от неверных метафор к верным. Это серия переходов от менее хороших метафор к лучшим так заходи-ка давай поднимайся от менее полных теорий к более полным от адекватного описания одной области к адекватному описанию другой области. В действительности многие модели на смену которым приходят лучшие модели сохраняют свою полезность. Так инженеры до сих пор решают большинство своих задач опираясь на Ньютонову динамику хотя в теоретической физике ее вытеснила теория Эйнштейна но Ньютоновская динамика ну точнее этой динамикой до сих пор пользуется и все хорошо. Разработка программного обеспечения это отдельно относительно молодая область науки она еще недостаточно зрелая чтобы иметь набор стандартных метафор поэтому она включает массу второстепенных и противоречивых метафор одни из них лучше другие хуже от того и настолько от того насколько хорошо вы понимаете метафоры зависит и ваше понимание разработки программного обеспечения так давайте я попробую еще раз свечения сгонять свечения сгонять о может у этого чувачка что то есть да не мне поторговать бы с тобой ох ты торгой сможешь его завалить а ребятки протестировать да ладно он вроде не борзый говорит могу ли я тебе помочь не быкует а если я попробую сундучок крышечки давай ну дружище извини но у тебя нет выбора у меня броня покруче как бы ты сам должен понимать что я парень серьезный но нам не надо ну ладно пригодится о ну блин ну даже не знаю извини конечно же но дело в том что мне как раз это все надо броня это все я могу попродавать и ножик этот могу интересно я все смогу забрать нет блин а куда я попал пошел ведь ведь я сейчас туда пойду я ничего не смогу взять потому что потому что что правильно потому что у меня мало места я понял надо сбегать в хаб и там все это продать и так как использовать метафоры метафора характеризирующая разработку программного обеспечения больше похоже на прожектор чем на дорожную карту так центр она не говорит где найти ответ она не говорит как его искать то есть точнее она не говорит где найти ответ но метафора говорит как искать этот ответ то есть метафора это скорее эвристический подход а не алгоритм не понял до 6 утра до ой 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 что я тупанул ладно так давай я сбегаю к этому чуваку и напарю ему что нибудь алгоритмом то есть давайте разберем разницу все-таки между евристикой и алгоритмом алгоритмом называют последовательность четко определенных команд которые необходимо выполнить для решения так все ооо нормалек нормалек для решения конкретной задачи то есть алгоритм предсказуем детерминирован и не допускает случайностей алгоритм говорит как из точки а пройти в точку б без посещения в г и д и без остановок на чашечку кофе сенсор может продать этот сенсор или ядер кола пиво пиво мне не надо ребята ладно давайте это все продам потому что это оттягая с собой вес лишний вот эти нафиг все уже все хватит я уже нормальный продвинутый парень не надо мне носить эти и камни мне не надо кстати я ему это все отдаю а у него то крышек то и и нету столько тогда придется что это это супер стимулятор тогда что-то придется купить а сколько вот эта штука стоит мало она стоит не надо что-то забрать наверное вот это заберу 1195 а тут сколько надо 2934 вот сейчас пойду еще кому-то что-то продам так то есть что такое алгоритм понятно а вот евристика это метод помогающий искать искать ответ то есть результаты его использования могут быть в некотором некотором некоторой степени случайно потому что евристика указывает способ поиска но не говорит что искать она не говорит как дойти прямо из точки а в точку б даже положение этих точек может быть неизвестно евристика это алгоритм в шутовском наряде она менее предсказуема более забавна и поставляется без 30 дневной гарантии с возможностью возврата денег ну вот к примеру алгоритм позволяющий добраться до чего-то дома поезжайте на шоссе такое-то далее на юг до городка такого-то дальше сверните на такую-то аллею дальше 5 километров вверх по холму дальше поверните у продуктового магазина направо а на следующем перекрестке налево и доехав до домера номер 100 расположенного на левой стороне улицы остановитесь и выйдите из автомобиля а евристическое правило так сейчас я гляну есть у них баблишка а евристическое правило будет содержать следующее найдите наше последнее письмо езжайте в город указанный на конверте оказавшись в этом городе спросите кого-нибудь где находится наш дом все нас знают кто-нибудь с радостью вам да и поможет если никого не встретите позвоните нам из телефона автомата и мы за вами приедем то есть вот это у нас можно назвать евристика как вы видите различие между алгоритмом и евристикой танки и в чем-то эти два понятия перекрываются но алгоритм предоставляет вам команды а евристика сообщает как обнаружить команды самостоятельно или по крайней мере где их искать так 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 что тут дальше давайте я сейчас уже про эту часть из книги договорю так 820 что-то еще надо продать наверное мне вот это точно не надо сигнальные шашки я давайте продам их одну оставлю на всякий случай я их тягаю с собой а вес какой-то они все-таки имеют итак сейчас дальше дальше говорим наличие директив точно определяющих способ решения проблем программирования непременно бы сделало программирование более легким а результаты предсказуемыми но наука программирования аптечку продам давайте наверное детектор это движение тоже в паре 1000 во 1000 а сам учебник первой помощи не надо вот научную книжку 666 вот это наверное не книга скаута мне не надо так наличие директив да я говорил так но наука программирования еще настолько не продвинулась так далеко поэтому 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 с директивами пока проблема самая сложная часть программирования это концепт актуализации проблемы и многие ошибки программирования являются концептуальными с концептуальной точки зрения каждая программа уникальна поэтому трудно или даже невозможно разработать общий набор директив приводящих к решению во всех случаях так что знание общего подхода к проблеме так так что знание общих общего подхода к проблеме не менее а то и более ценно чем знание точных решений конкретных проблем и вот как же использовать метафоры характеризирующие нет сейчас ребятки я тут пытаюсь нормально продать потому что я могу это сейчас предложить типа мол давай он скажет да конечно же так вот эту аптечку я уберу а вот здесь 40 уберу вот так вот 40 41 вот и все вот на этом и так вот как использовать метафоры характеризирующие разработку программного обеспечения используйте так чтобы лучше разобраться в проблемах и процессах программирования чтобы они помогали вам размышлять о выполняемых действиях и придумать лучшие решения задач конечно же вы не сможете взглянуть на строку кода и сказать что она противоречит одной из метафор но со временем тот кто использует метафоры лучше поймет программирование и будет быстрее создавать более эффективный код чем тот кто не использует так ну а на сегодня наверное все поэтому всем спасибо за внимание в следующий раз продолжим говорить о важных темах из книги скотта макконнелла совершенный код советую эту книгу эту книгу купить скачать и читать вот и сейчас я нажму паузу и мы на сегодня закончим пишу я с помощью симпульс скрин рекордер поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем ну и все такое всем пока